Только планируем. Их планы, они осуществляются. И даже когда мы знаем, что в обществе произошли, ну очевидно, мы же находимся в этом обществе, мы видим, что за последние три года в обществе произошли перенеры, ну не знаю, перестройка у нас, или еще что-нибудь такое. Мы понимаем, что у многих людей были планы и обстоятельства их неизбежно скайфировали. Когда мы спрашиваем у людей этих типов, они говорят, да, там мои планы осуществились, пусть поправка, да-сюда. То есть интересно, что это планирует мне, а мы подключаемся это так же, и какие-то допуски на опасность и негативные изменения. Это планирует. Ситуацию учитывает не только текущую, ситуацию учитывает объемно. То есть ситуация может менять плюс, так и минус, поэтому у них, особенно у людей, у них есть планы, так сказать, плюс, то есть когда все будет хорошо, планы минус, когда все будет плохо. И тут планы будут некий оптиум, когда все будет средне. Как они ожидают. Они не будут с вами, скорее всего, они не будут с вами детально обсуждать эти свои планы. Просто потому, что это очень много. Точно так же, как драйвер не будет с вами детально обсуждать, когда он хочет перед выручками, почему, по каким причинам его посетила эта вдохновляющая мысль. Он не будет рассказывать, что, знаете, у меня поменялось настроение, мне кажется. Он скажет. Да. Да. Точно так же, Эльджев, он станет с вами обсуждать, вот чему, мне кажется, что на выполнении этой работы следует вести неделю. Вы можете ему задать этот вопрос, и он сможет вам развернуто на него ответить. Но будет гораздо проще для вас и для него, если вы доверитесь его методу планирования. Еще очень интересный момент, да, связанный с тестерами. Иногда мы попадаем, видим сейчас молодые ребята, вот бальзаки, девушки, которые тоже такие активные и, скорее всего, позиционируют как джек. Но, опять-таки, вот вопрос, насколько вы планируете четко подделяет джека от бальзака? Бальзак, когда вы... Слушай, а насколько вы планируете, насколько постараются ваши жизненные планы? Так силы, ну, на полтора. То есть сначала такая идет палубка, то есть бальзак соображает, ну, на год. Может быть, полтора. Это максимум. То есть бальзак в силу своей намерности, они на много служить не планируют, а тем более они иерациональны. Вот когда вы видите перед собой джека, который отвечает так, «Озаботьтесь, озаботьтесь, проверка, а не бальзаки». Да? Ну, потому что молодежь, она, значит, не набрала. Бальзаки, они потом набирают вес, они отличаются уже от джек. А вот когда молодые ребята, девушки, еще сухопары могут быть, и вполне выглядят так же. Это такой, такой наводящий момент. А теперь еще вектор ситуации, он связан с тем, что вот особенно у идеологов, поскольку это вектор творческий, то есть творческий, реализовать свои действия во время. Ну, характерный приемы неудача – это подготовить какое-то событие и реализовать их завтра, для всех неожиданно. В семейной жизни это сюрприз. Это рассчитано, конечно, на Гойкова, на хозяина, чтобы это было неожиданно. Причем она тщательно готовится. Ну, и то же самое в социальной сфере, политической сфере, то есть подготовить, а потом это представить как импровизацию. Причем обычно эффект достигает шока. Ну, такого, неожиданность шока, потому что это совершенно… Никто не ожидал, вот сам идеолог, он очень доволен таким достигаемым. А вот, что касается, например, предпринимателя, то у них вот такая, когда озабоченность потери времени, она достигает гипертрофированных масштабов. Был такой биолог, очень известный биолог российский, советский. И у него была такая-то фишка, он с ранее, с юных лет, с шестнадцати лет начал идти учет всего времени, которое он тратил. И, знаете, всю жизнь, а пожил он в него, посчитывая восемьдесят лет, он каждый день в них заносил, делал отчет, учет его потрачено огромное. На что он потратил, там, эти три часа, эти четыре часа, эти два часа? Не-не-не. Да, конечно. По счету… Эта ситуация описана Гранином. Да. Он был знаком с… Это странная жизнь. Да. Если у вас будет возможность прочитать эту книгу, это очень интересно. Он у нас вопрос… Данил Гранин… Гранин. Не даем так. Да? Да. Иногда. Гранин – это странная жизнь. И когда любящий фонд, ему позвонили родственники и сказали, что они обнаружили дневники, ну то есть, ну то, что обнаружили, они стояли у него в рабочем кабинете, все знали, что это его дневники. И что, зная о знакомстве и об интересе писать к этому человеку и о том, что он написал, кому уже довольно много геологических повестей, родные предложили ему ознакомиться с этими дневниками, ну как с материалом для будущей пользы. И тот взволнованный ехал, по-моему, на даче все хранилось, он ехал туда в ожидании, что вот сейчас перед ним откроется внутренний мир человека, который был известен как ученый. И вот он открывает эти буты, а там запись буквально несколько строго. И если еще там в ранней юности там были какие-то ознакомления о каких-то событиях, эмоциях, соображениях, то чем дальше, тем все больше это походит просто на сухой протокол. Только темно на это, только темно на то. Он с волнением нашел те два... Такой отчет в Долгой Пьене каждый день. Он обнаружил два пропущенных людей. Один был связан со смертью его жены, а второй был связан с тем, что во время войны он болел в тихо. И вот в этом состоянии он пропустил один день. Ну, то есть, видимо, совсем был написан, знаете, да? Он нашел записи о двух своих встречах. Он помнит, как это происходит, потому что он приехал на дачу, они разговаривали, потом они пошли в сад, ну, гуляли. Он не ощущал совершенно никакого беспокойства по тому времени. Он вообще ни разу не видел, что Люсчерк посмотрел на часы или как-то. И там был хронометраж, там, час лет на двадцать разговаривал с кем-то. И вот этот учет, он был ввел в ту минуту. При этом, в какие-то моменты он делал момент, что он убедился, что эффективное время, которое человек стоит потратить на походе в сутки, это порядка четырех часов. Ну, там более сухо это сложно. То есть, вот этот весь хронометраж, он показывал, позволял ему контролировать собственные силы, расход собственного вот этого невосполняемого жизненного ресурса. Это еще интересное, что это, там, пол четырех часов, где так вот, между прочим? Ну, вот сейчас уже вообще, мы ученые пришли ввода, что мы посчитали всего лишь на четырех часов. Это должно быть как-то распределить. Да, да, но это еще, о том и говорит, что только интенсивная рука, то есть, вот так, шалтай-болтай, кое-как, спустя рукава, мы можем этим заниматься и в восемь, и в двенадцать часов. Поэтому, в совместных дней работали в восемь часов, реально, три-четыре часов. Ну, в сетеже четыре. Да, я сам работал в таком НИИ, поэтому, да. Да, значит, это векция. Вектора, при чем функция? Александр Владимирович, есть вопрос, можно задать вот сразу? Потому что здесь есть у нас представитель, у кого, значит, вектор времени находит, ну, интуиция времени есть во второй функции. Вот. Для того, чтобы мы могли понять все-таки больше, чем отличается первая функция от второй, вот, понять вектор глобальности, все-таки он остается непонятным. Остальные, в общем-то, на личных каких-то этих понятные. И вот по тем аспектам, которые у нас присутствуют здесь, чтобы мы могли как-то вот больше, потому что вот у нас здесь два интуитивных, ну, две интуитивные возможности есть, да, то есть мы можем это как-то вот на личном опыте посмотреть. И вот человек, который имеет интуицию времени в своей творческой, вот, чтобы она, Галина, могла как-то еще... Мне как раз-таки больше вопрос... Вот вопрос, может быть, она задаст еще. Может, а Галина скажет два слова? Ну, смотрите, вот как я это понимаю, да, в чем разница между глобальностью, глобальной функцией там и творческой, что именно иррациональные типы учитывают все нестандартные ситуации. То есть я могу запланировать надолго, но я буду учитывать, что ситуация может сто раз меняться. Поэтому он загадывает надолго не нужно. Потому что вот события, они вот не могут происходить по плану. Скорее всего, что-то пойдет не так. Именно поэтому вот как можно планировать на пять лет? Ну, приблизительно можно, да? А вот мне больше, например, непонятно, ну, с творческой... Я сейчас объясню. Принциплиант такой, когда мы говорим о глобальной функции, что она видит ситуацию... Вот глобальный вектор, он видит ситуацию как? В очень широком контексте. Очень, вот мы говорим, захватывает, кажется, и прошлое, и будущее. Реальная, конкретная ситуация — это маленький прогмен в том, что она видит. И поэтому для нее делать действовательным бытием или катанием не принципиально. Понимаете? Это все равно, что вы смотрите на реку, вот... Есть река, по ней плывет бревно. Так вот, бревно, плывущее по реке — это вторая функция. А река — это первая функция. В ее самом высшем развитии. Возьмите, почитайте она. Есть, наверное, в интернете «Алмадная сутра» Будды. Там описано поток сведений глобальный, который охватывает все сущее. Это гигантское, четырехмерное поток, который движется, и в потоку все включено. Вот, почитайте там буквально.